ну что ребята всем привет у нас вот влог масс начинается сегодня с упакованных пакетов ждем его папа он сейчас заедет грета тоже собралась собралась ехать да вот давно готова потому что надо ничего не собирать косметику не брать камеры зарядки не надо обложку для видео делать тебе тоже не надо тебе что нужно взять что тебе нужно взять свой аппетит и свою задницу всем привет мы еще не разу не были мне кажется деревне зимой ну как там не так давно родители в принципе пыль там давай так вторая зима по идее там вот но мы прошла зима не ездили вот наконец выберем сколько мы вместе не устал от меня слушай а какой смотри вот если коротко сказать какой самый главный секрет стабильных долгих отношений я говорю нормально делай нормально будет переведи но если просто друг друг другу быть добрым и взаимопонимание есть мы добрый друг другу я думаю я часто пишу что я сучка тащи даже приколы прикол не с чаром прикол ребят а не волшебно he's making a list he's checking it twice he's gonna find out who's not your nice santa claus is coming to town he sees you when you're sleeping he knows when you're away he knows that you've been better good so be good by goodness say oh you better not watch out you better not cry you better not cry you better not I'm telling you why Грета-то не одна оказывается у нас Зоси еще переносит ну-ка вернись кстати не поворачивается а непонятно она черная а что ты все да 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 вот вроде в глаз видно что-то надо комментировать ситуацию короче сегодня будут игрищи вечером у них вообще Зося обрадуется в деревне потому что она любит там тренироваться ну что ж мы в деревне я сейчас буду мариновать индейку а Валера Валера он расчищает дорожку к беседке чтобы мангал выдвинуть жаловались в предыдущем влоге точнее один человек по-моему был жаловался что я часто обрезаю себе голову когда я себе снимаю да я знаю я таким грешу вот так вот я бывает случайно снимаю вот так вот просто бывает не смотрю даже в камеру а типа такая разговариваю разговариваю и я не смотрю как я в камере выгляжу поэтому да ребят буду стараться теперь за собой следить точнее не то что теперь а вообще за собой следить чтобы полностью попадать в объектив но такое да у меня есть делится сейчас сниму Валеру вон оно я не услышу наверное оп перчатки говорит это потерял представляете потерял перчатки решил дорожку почистить и будем да выдвигать мангал пойду пока засуусирую все приготовлю Зося тоже с нами сегодня Зосенька она обожает деревню поэтому вот сегодня с нами ночует здесь потусит это ее любимое место вообще на лестнице постоянно здесь тусуется да Зося котик котик короче она игривая мне кажется сейчас лапы может дать мне больно о да видеть видеть поддает что ж вот индейка я ее уже помыла они такие продуговатые здесь кусочки что-то вроде стрипси по-моему так они называются у меня очень простой маринад который вот мне кажется как я начала его делать вот первый раз так и второй и третий пошло поехало и только его и делаю для этого маринада нужен кефир вот такое взяли соль и специи а кетчуп вот этот я забыла кетчуп в принципе можно без кетчупа но я немного добавляю здесь как раз осталось чуть-чуть в общем что я делаю берем кефечек выливаем его в подготовленную кастрюльку где-то наверное половины хватит в кефир отправляется кетчуп кажется что гремучая смесь ребята на самом деле это все маринуется очень круто и индейка становится такая нежная нежная курица или индейка она прям пропитывается шикарно теперь все это дело я вот так вот размешиваю вилочкой чтобы все хорошо смешалось между собой и теперь просто солите и кладете какие-то приправы на свой вкус у меня здесь будет карри у меня будет орегано в принципе мне обязательно даже брать орегано у меня вот такая есть смесь у мамы точнее прованские травы 9 трав так солим прованские травки и карри оп теперь все снова замешиваем и сюда отправляем индюшку оставляем минимум на 30-40 минут максимум на 2-3 часа можно ну короче я где-то наверно часик ее за соусирую окрой крышечкой оставлю сторонки отправляем сюда оп 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 соус вообще пахнет вкусно оп Валерии этот маринад нравится кстати вот скажи Валера как на вкус получается индейка да она просто такая нежная выходит с этим маринадом да поэтому ребят берите на вооружение папа вот у меня почему-то не фанат кефирных маринадов а мне кажется наоборот очень крутой так все топим мясо закрываем крышкой и оставляем на час найдешь крышечку подходящую пожалуйста ну а сейчас я планирую у Валера взять интервью но в формате stories наверное во влог в принципе тоже вставлю и как бы да ребят подписывайтесь на инстаграм потому что там я чаще появляюсь в чем ну хотя здесь я сейчас во влог мы всегда почти что каждый день там бывают раз в два дня но в инстаграм я вообще постоянно поэтому да подписывайтесь на инстаграмчик сейчас буду у Валеры брать интервью в честь того что вот у нас дата вопросы будут касательные нас двоих связаны с нашими отношениями в общем вставочка но это будет как блиц опрос блиц а если что я буду потому что stories 16 секунд да не надо Валера просто расслабься и все чтобы расслабиться надо егерька надо чтобы расслабиться что ты ценишь в наших отношениях больше всего мне кажется это домашний уют и спокойствие все блин один из самых запоминающихся подарков мне мне кажется это первая камера с которой Наташа все началось да я начала снимать видео становление блогером потому что меня Валера поддержал в этом деле теперь запоминающийся подарок тебе от меня наверное это книжечка которую ты давала в прошлом году целый альбом был такой со всякими выдержками из нашего это было в этом году из нашей совместной жизни это было в этом году ну короче это вот этот вот альбомчик самое любимое блюдо из того что я готовлю ты каждый раз разное готовишь ну видишь есть повторение ну не знаю мне нравится наш домашний Цезарь сагетами покупными да у меня уже какой-то собственный вкус есть не как в рестиках угу что ты подумал когда увидел меня при первой встрече ну я подумал вот это начес это мне кажется самая первая мысль которая пустила надо развернутые ответы давать ну не нормально короче его поразил мой огромный начес лучшие планы наши на ближайший год блин с короной вообще загадывать ничего не получается но самый ближайший план это переехать все-таки на новую квартиру ну а потом уже как пойдет может в путешествие съездить что тебя во мне бесит это очень сложный вопрос потому что я не заостряю внимание и Наташа такая с ружьем да нет ну может быть какой-то такой один момент это слишком много вещей я везде вот так вот лежат 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 а так в целом меня все устраивает ну мы переедем еще не будет ну точнее они не сразу появятся но они появятся три слова которыми ты можешь описать меня наверное милая яркая и неформальная разная всегда уху котик вот лежит на окошечке смотрит на снежок Зосенька ты такой котик хороший Зосечка ты чего что-то не понравилось ей ну короче у нее настроение такое знаете перепадами она очень своеобразная по характеру вот она за окном что творится снежочек Зосенька 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 мы наверное будем ужинать на втором этаже да ну да свечи зажжем то все а давайте включим гирляндочки которые мы взяли взяли гирлянды я купила эти батарейки сейчас зажжем Валера тут повесил огонечки и там мы положили гирляндочку я сейчас одеваюсь иду на улицу Валера будет разжигать мангал поэтому одеваемся выходим Грета пошли гулять пойдем что мы вышли в общем в сад Валера вон почистил здесь дорожку откопал даже ее можно сказать и сейчас будем разводить а почему не получится у нас и угли и розжиг у нас все есть сразу вываливаем всю упаковку пёс я наделал какую-то куртку родительскую не знаю ой вот так вот домик выглядит со стороны такая тишина капец здесь даже летом такой тишины нет как сейчас здесь очень тихо вот где-то вдалеке петух орет и все да, ты не слышал? пёс, иди сюда вы знаете написано лайфхак что можно подсолнечное масло использовать сколько лить я вообще не знаю видите? все делает Валера первый раз хватит? да я откуда знаю? ты меня спрашиваешь? женщину которая ни разу не разводила костер ну просто из бревен как-то не знаю, привычнее чем вот это ну если сейчас что-то будет не так мы просто дома пойдем и сделаем на там на гриле и все причем это будет за сколько там минут? за три минуты готово будет слушай, ну надо какую-то зажигалочку новую спички, оказывается, были на самом виду около раковины в этой на кухне ты прям их кидай да я думаю больше не надо сейчас зажгется просто главное подвигать чуть-чуть ну все и когда они так это чуть угомонятся я принесу индейку Гриточка, не холодно тебе, малыш? не холодно? мы вон свет включили около дома да? снег идет не вижу как бы нам пришлось ангал туда ставить вроде нормально ох ты так близко не подходи вот так надо было летом сразу делать а мы что-то там дровишки эти пытались ну потому что каждый раз покупать угли как-то странно я не знаю так и нет, можно было дрова рожать но главное не подожгется вот здесь ничего? наверху? не надо еще Валера как куртку-то себе сожжет да она же все равно старая блин, что-то все тухнет как-то опять не везет нам ну пойдем в доме походу жарить я так думаю да это так чисто для атмосферки короче, для подъемов да, это так вышли такие типа разбираемся типа знаем как а сами такие а скажем что приготовим здесь а сами дома сейчас на этом как а нет нас выдадут эти полоски на индейке потому что там уже прижимаешь там нас выдаст все не получится смухлевать ребята жаль нормально начали пока разгорается костер Наташа для Греты делает лабиринт из тропинок да слушайте ну вот сколько здесь снега сантиметров 20 где-то точно есть даже больше ну может 30 да Грета иди сюда дорожки пробуй я ей делаю Грета, Грета, Грета иди сюда быстрее слушайте он так легко поднимается учитывая что он такой он рыхлый, свежий на ровной поверхности он да, свежий хорошо идет да и лопатка это модная видите вот здесь вот ой удобно держать я думаю надо ей короче побольше лабиринт сделать и в середину положить какую-нибудь вкусняшку чтобы она шла за ней Грета иди сюда иди скорей Грета здесь лабиринт для тебя иди вам лапки замерзли упусти домой поднимается да нет Грета, Грета пёсик беги беги скорее о какой зимний пёс запускай пёс давай зови к себе Грета скорей сюда скорей Грета беги быстрее Грета бананчик сейчас получишь иди всё давай давай я сделала видите ребят соединяется оп давайте завтра сделаем много гвозек а папа такой приедет а чего тут вообще за кроты были папа приедет такой что они здесь наделали так он сейчас он прямо сейчас всё видит ну да здесь же есть у нас видеосвязь он сейчас такой норыли нор всё ушла ну всё запускаю домой и это можно индюка выносить Наташа начала выкладывать червяков стрипс это называется блин у нас это бревно коптит она сейчас с дымком всё сделает нам ну поедим просто лата я тебе больше собой кино строить сам дела которые всего лишь нужно разогреть в микроволновке то есть думаешь есть шанс что не получится индейка есть шансы да на всё есть шанс умереть даже сейчас если метеорит упадёт на нас на голову нам шанс есть что угодно сделать в любой момент жизнь такая знаете ребят шансы есть тебя и на всё и в любой момент там его много вообще? нет вот примерно столько шесть и это две пачки две пачки может что-то останется мы родителям завтра возьмём я думаю сейчас всё выложится что-то останется ну да ещё немного конечно наши червячки вроде как немножко пропеклись с одной стороны да сейчас ещё с другой и я думаю должно всё получиться Валера остаётся здесь на страже индейки а вдруг всё спалится я за себя не вручаюсь я вообще не шашлычник так-то я тоже а я пойду навязать салат Наташа вовсюду нарезка салата Валера индейку приготовила главное я такая да я не уверен что она нормальная слушайте прикол я такая готовлю приходит от Валера сообщение иди проверь готова ли я одеваюсь убываюсь иду на улицу к Валере ну короче там мне кажется такое всё вышло ну ладно что вышло то вышло почему такое себе там может я маленько не солила маринад я не знаю короче у нас зелёный салатик и вот в микроволновке можно вставить там кино с рисом разложить по тарелкам оу ес Наташа сказала разложить по тарелкам оп а что тут у нас а у нас это романтик коллекшн надо сейчас свечки все зажечь и всё будет топчик а у нас это и и и и и Поднялась наверх, ребята, здесь смотрите, Валера, как все украсил, офигеть, тут вот Глинтвейн, дымящийся, я подставила, естественно, на подставку, ну то есть ничего тут не испортим, ну вот такая, кстати, Валера сжигает еще свечки, ну что, ребята, у меня такое ощущение, что мы не дату с Валерой отключаем, а Новый год, судя по обстановке, мандарином здесь, сбоку от меня, ну да, в принципе, ну 14 лет мы вместе, тут у нас горячий Глинтвейн, давай, жить, поживать, добра наживать, там вот это вот все, или как, что мы скажем, 14 лет, блин, жесть, да я не думала вообще, что мы с тобой 14 лет будем, Валер, мы скажем, что все еще впереди, ну все, ребят, да, и за нас, и за вас, камеру, оп, вас тоже, оп, вот так вот вас Мы с Валерой сейчас посмотрели фильм, который на русском почему-то перевели как неуловимый аромат любви, это романтическая комедия США, 2021 год, Вот, но на английском, если смотреть, этот фильм называется Love Heart, то есть, ну, грубо говоря, любовь жестокая, думаю, это можно перевести Это, кстати, Netflix, и этот фильм в ноябре я только вышла, представляете, то есть очень-очень новое Снежачок Да, там Нина Добрев, главная роль, но я, в принципе, с ней ничего не смотрела, по-моему, она в дневниках вампировых снимается или где-то, короче, известная такая актриса Что ты можешь сказать, понравилось тебе? Да, блин, мне кажется, это такая стандартная романтическая комедия, на самом деле Потому что сюжет очень быстро предугадывается Ну да, да, я думаю, это фишка романтических комедий, ром-комов этих Ну, мне понравилось, романтический У него оценка сколько там, 6 и 5 на кинопоиске То есть достаточно низкая, да, но, не знаю, по-моему, вообще хороший фильм такой Час 44 длится, то есть достаточно длинный Сейчас мы думаем посмотреть что-нибудь еще Вообще, меня давно удивляет Точнее, я хочу это удивление либо подтвердить, либо наоборот развеять Что фильм «Крепкий орешек» какого-то фига рождественский Да, много кто говорит, и в этом фильме тоже, кстати, говорили Да, и в этом фильме говорили Короче, я когда смотрю подборки рождественских фильмов Там всегда в списке есть «Крепкий орешек» Это что? Это же боевик, это же боевик Как «Крепкий орешек» может быть рождественским? И у меня он никак вообще не вяжется с рождественским Но я, конечно же, к слову, смотрела Не смотрела, точнее, его полностью, наверное, никогда Только в детстве, помню, родители там смотрели отрывки вот эти все Там действительно боевик И никак я не помню там ничего рождественского в нем Вот по тем отрывкам, которые были у меня в детстве Вот мне интересно, блин, какого, как риса хрена Что там такое рождественское в нем? Почему? Это же боевик Чтобы сейчас либо подтвердить свои мысли Либо действительно сказать, что да, родительский Мы, наверное, с Валерой сейчас его посмотрим Потому что время сейчас 20.09 Сколько он длится по времени? В принципе, наверное, тоже часа полтора Что-то за баба там смотришь? В смысле, мемчики какие-то, че-то? Класс, ребят, смотрите, что он делает В день наш Класс! Вот, какой-то мемчик Надо его... Ну-ка, первые фоточки покажи Ну, вообще-то это, по-моему, порно-актриса И все это 14 лет Как мы вместе Ну, какие дела Могешь, Валер Могешь Еще порох в пороховицах Еще вот есть такой вот челлендж Оп Это что? Пузом крышечку открыть Пузом? Ну-ка, покажи, это как? Туда, кстаешь на доску Господи, ребят, что происходит? Ну Видишь? И вот так вот Ну Оп Вот она Хочешь так же научиться? У меня нет такого Ну, сейчас мы поели плотно Я думаю, вполне себе сойдет Весь мой ЗОЖ вообще сейчас ушел, мне кажется Короче, Валера сейчас пойдет выключать свет на терраске Он забыл выключить его И я сейчас увижу его по камерам Как он туда идет Блин, так прикольно Блин, как в фильмах ужас, ребят Так странно Пошел, пошел, пошел Оп Ага, идет Клево, что можно вот так вот участок смотреть Мы досмотрели крепкую книжку Как ты, Валер, новогодний фильм? Вполне новогодний Вполне новогодний С одной части кровища и все такое Ой, как темно Короче, мы сейчас будем ложиться спать Напишите в комментарии, пожалуйста Считаете ли вы какие-то отголоски Рождества? Нового года в крепкую орешке Ну, знаешь, там узончик такой достаточно новогодний Особенно, когда там крошируют чуваков И такие колокольчики там на заднем фоне Валера повесил вон здесь гирляночку Вот, смотрите Мы с ней спать будем? Да я не знаю, просто повесим Можно с ней спать, потому что кромешная тьма Я не могу в кромешной тьме засыпать Вот Нормально Можно вон сейчас ставить реально В общем, да Пишите в комментарии Какой для вас самый-самый новогодний фильм Вообще из всех Я больше чем уверена, что Наверное, большинство напишет Один дома И С легким пар Раньше бы Наверное, да Вот так вот Вообще, знаете, я в детстве какой фильм любила? Русский Мне нравился фильм Называется Бедная Саша Прям я не знаю У меня какой-то была Очень сильная любовь к этому фильмочку Но я его не смотрела, конечно, уже сто лет Все, мы на этом, в общем, заканчиваем Я сейчас ложусь монтировать Прям в кроватке И все Увидимся с вами уже завтра Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok